снижаются так называемые местные факторы защиты и человек просто чаще начинает болеть. Поэтому нет такого другого вируса, который бы я могла бы назвать и сказать, что он еще вызывает. Но есть, например, небольшие особенности. То есть, например, возьмем такое заболевание, как корь. Всем известное детское заболевание. Вот корь, вирус кори, он как бы считается вызывает один из самых таких серьезных снижений иммунитета у пациентов. Но это временное явление после стадии выздоровления. Во-вторых, оно потом восстанавливается через какой-то промежуток времени. Но при коре настолько идет снижение иммунитета в период реконволесценции, что у людей, даже у детей, пропадают пробы манту, те, которые были положительные, становятся отрицательные. Даже приступы бронхиальной астмы уменьшаются. И именно из-за того, я повторяю, что вот такой общий иммунодефицит. Все остальное, еще раз повторяю, у иммунокомпетентных людей, как мы с вами, речь идет об относительном иммунодефиците, вот в причинах которого надо разбираться. И зубы не санированные могут вызывать снижение и местных факторов защиты, и общих факторов защиты, и так далее. Здесь все, как было в среднее, еще в древности, понимаете. Спорт, закаливание, здоровый образ жизни – это то, что тонизирует наш организм. И природа, понимаете, природа сама по себе создана таким образом, что мы должны двигаться, что мы не должны переедать, и что мы должны есть природную нормальную еду. Так живет весь животный мир. Мы с вами, хотим мы это или не хотим, но у нас структура вся наша человеческая, она, гены разные, но принцип построения жизни на земле одинаковый практически. Поэтому мы как бы вышли, мы так считаем, а на самом деле никуда мы не вышли, мы только все то, что мы сделали сверх того, что нам дала природа, мы сделали себе во вред. Поэтому побольше двигаться, и умеренное рациональное питание, и без этого никакие вам таблетки особые, вот давайте побьем ту таблетку, и сразу нам станет легче. Это самый сложный путь, но это единственно нормальный путь. Спасибо за вопрос. Мое тело, моя крепость. Ну правильно, да. Совершенно верно. Мы с вами. Животный мир. Еще здесь нет, да? Да. Добрый день, прямая линия, назоветесь, пожалуйста, задавайте вопрос. Скажите, пожалуйста, насколько украинцы защищены от вируса Эбола? Какие шансы вообще есть, что реклама Украины пойдет? Я не могу сказать, какие-то цифры там, про стратегии. Да, 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 хорошо. Значит, что касается болезни, вызванной вирусом Эбола, Ну да, прежде всего я хочу сказать, что впервые весь земной шар столкнулся с проблемой распространения этого заболевания не просто в Западной Африке, беспрецедентная вспышка, а и распространение его завозные случаи в восьми странах, в том числе благополучных европейских странах. И впервые столкнулся с вирусом четвертого уровня биологической опасности. То есть работа с этим вирусом требует соблюдения абсолютно четких мер инфекционного контроля. Что касается Украины, естественно, Украина, как и любая другая страна, мы не можем гарантировать того, что этот вирус не будет завезен в нашу страну. Это естественно, потому что человек может просто его привезти из тех стран, где эта вспышка. У нас есть люди, которые ездят туда, мы можем контактировать с такими людьми и так далее. Что касается стран, страны должны быть, ВОЗ дает такое понятие готовности, каждая страна должна быть к этому готова. И в связи с этим были даны международные рекомендации еще апрель-май месяц. Были созданы соответствующие приказы Министерства здравоохранения. Мы должны понимать, я вот всем уже давно говорю, что у нас распространения массового в случае завоза больного с вирусом Эболы не будет. У нас нет местной передачи вируса и не будет еще очень долго. У нас нет тех источников инфекции, которые есть в Западной Африке, вообще на африканском континенте. Но самое опасное, что может, и неприятное, что может быть, это прежде всего, конечно же, внутрибольничная передача, то есть медперсонал. Вы же знаете, одной из особенностей этой вспышки является то, что кто болеет? Медперсонал и члены семьи, то есть те, которые тесно контактируют с больным. Поэтому, что касается города Киева и регионов, вы, наверное, слышали, что проводились мы в Одессе были учения. И каждый день мы с этим сталкиваемся, что мы отшлифовываем разные вот эти вот путь пациента и так далее. У нас есть, куда изолировать больных. Поэтому, как бы глобально, вот так вот, для местного населения Украины, я думаю, это не будет такой опасности и огромной вспышки и так далее. А лекарства у нас есть? Если, допустим, вдруг привезли, чем лечить больницу? А вирус, вы же знаете, что эта болезнь не имеет никаких специфических, в отличие от гриппа, например, специфического лечения до сих пор нет. И профилактики до сих пор нет. Но а та вакцина, которая... Вакцины, все вакцины проходят только первую фазу клинических исследований. И не только вакцины. Все те препараты, которые, три группы препаратов использовались, не могут эксперты еще подтвердить, что они сверхэффективные на сегодняшний день. Нет. Понимаете, в чем проблема? В том проблема, что крупным международным компаниям абсолютно невыгодно заниматься какой-то там проблемой, которая где-то там в Африке, и там 30 вспышет, начиная там с 1976 года, им это неинтересно. Они не получат, как бы, большой отдачи. Вот сейчас, когда эта проблема уже стала... Ну, я об этом тоже много могу говорить, но будут вопросы, я отвечу. Она очень необычная. По ряду признаков очень необычная. И сейчас, конечно, очень большая активность в разработке этих разных, и не только вакцин. Вакцина, надо понимать, она не лечит. Вакцина предупреждает. То есть вакцинировать это нужно здоровых людей, не больных. Больных нельзя вакцинировать. Вот, то есть это будет как для предотвращения, но сейчас разрабатывают и средства специфической терапии. Но это еще первая фаза только исследовать. У нас вопрос. Добрый день. Прямая линия. Назовитесь, пожалуйста, задавайте вопрос. Добрый день. Меня зовут Оксана. Вопрос Павлия Анатольевна. Читала недавно статью о том, какие вот примерные симптомы у Эппл и в подобных лекарадах там ужасно просто. Человек умирает и нужна ему полная изоляция, там кровотечение из кожи, из глаз, из души. Это очень страшный фильмок про зомби. Скажи мне, пожалуйста, вот нужна полнейшая изоляция, как я поняла. Нужна полностью, чтобы этот человек не контактировал. Насколько у нас, ну у нас, например, в Киеве или еще в каких-то городах, насколько мы подготовлены с таким изоляционным методом и какие вообще больницы могут лечить, что можно лечить. Хорошо. Значит, ну я вам хочу сказать, что благодаря тому, что вот я и вот кафедра инфекционных болезней в свое время тоже в этом участвовала, как ни странно бы казалось, да, но с 2003 года был указ президента Пучмы тогда еще о реконструкции инфекционных стационаров до 2010 года. И как ни странно, многие регионы, которые проявляли интерес, как вы знаете все, что все зависит от активности на местах. Насколько на местах человек, что-то можно ничего не делать, правильно и прожить жизнь, а можно что-то стараться сделать. Так вот я считаю, в тех регионах, кто хотел, пользуясь указом президента, они это сделали. Просто инфекционные болезни, скажем так, невыгодная такая патология, которая не приносит государству больших сиюминутных доходов, а приносит наоборот, это дотационная такая составляющая медицины, но весь мир на инфекционные болезни тратит колоссальные средства. Вы знаете, это как армия защита, армия мирного времени. CDC 4 миллиарда долларов в год имеет дотации, о чем можно говорить, и все другие инстанции. Они понимают, что лучше так иметь защиту, потому что, если случается необычная ситуация в области общественного здравоохранения, то коллапс может наступить всего и очень быстро экономике. Например, Иберии сейчас предрекают вообще, одна из особенностей этой вспышки, Эболы, ее ввели даже в особенность, что непредсказуемые получились экономические результаты этой вспышки. То есть прогнозировали, что будет плохой, но что до такой степени плохой, никто, даже эксперты, не смогли этого прогнозировать. И вы помните, что было у нас в 2009 году, когда был пандемический штамп, какая была паника, что творилось в аптеках, в больницах и все остальное. Поэтому должно быть состояние готовности. Поэтому у нас есть все-таки условия помещения. В Киеве это Александровская больница города Киева. Здесь я не хочу сказать, мне было очень приятно слышать вчера, может вы слышали, что во вторник был больной туда госпитализирован с болезнью Эбола, был уже госпитализирован туда с таким диагнозом. Я по мере поступления информацию я получила от регионарного бюро нашего ВОЗ, куда он туда зашел, так получилось, что его туда привезли. Я очень быстро приехала, мы провели все мероприятия, диагноз тут же сняли, его изолировали. В общем, мне было очень приятно слышать от наших ВОЗовских партнеров, которые вчера было совещание по международным медико-санитарным правилам в министерстве, они очень высоко оценили нашу готовность, сказали, они были просто этому поражены, и даже сказали такую фразу, что будут Украину ставить в пример другим странам, как нужно организовывать эту защиту и службу. Здесь я могу с ними согласиться, что должно быть понятие готовности. Готовности. Кто четко, без паники, кто что должен делать, когда должен делать, куда сообщать, когда снимать. И я еще раз повторяю, у нас эти тренинги пошли, у нас есть боксы, у нас даже есть возможность создания боксов с так называемым отрицательным давлением, чтобы предотвратить распространение этого вируса. Поэтому заболевание, вы правы, очень тяжелое, очень страшное, и тем более оно страшно, что почему четвертый уровень биологической опасности, потому что огромная летальность, а средств специфической защиты, специфической терапии против него нет. Поэтому весь мир должен проявлять готовность, что, собственно говоря, весь мир и делает. А вроде бы писали о том, что у нас с боксами, даже мы писали о том, что эти боксы есть, вроде бы проблемы есть с костюмами. Да, это абсолютно правильно. Да, и никто это не скрывает, мы об этом говорили. И я еще раз повторяю, что больше всего, что лично меня беспокоит. Это защита медперсонала. Понимаете? Потому что у нас, естественно, проблема с индивидуальными средствами защиты медицинского персонала. То есть, если бы он болел, то в принципе... Давайте ответим на вопрос. Добрый день. Прямая линия, наживите, пожалуйста, задавайте вопрос. Да, я зовут Марина. Можно такой вопрос? Как можно догадаться о том, что произошло заражение вирусом? Если симптомов еще нет? Практически никак. Пока нет клинических симптомов, вы находитесь в так называемом инкубационном периоде. К концу этого периода гипотетически можно взять анализы и получить, да. Но вероятность получения положительного ответа будет не такой высокой. Почему? Почему инкубационный период? То есть, да, что такое инкубационный период? Период от момента заражения до появления первых клинических симптомов, так? Когда появляются первые клинические симптомы? Когда наступает критическая масса вот этого вируса, когда уже так называемый прорыв иммунитета и организм начинает реагировать. Все то, что мы с вами в клинике видим, представляет собой борьбу нашего организма против возбудителя. И вот поэтому только или к концу инкубационного периода или только в первое время от начала первых клинических симптомов можно получить наиболее высокую вероятность получить положительный результат анализа. Кстати, получение отрицательного результата анализа не снимает тот или иной диагноз. Особенно это когда речь идет о период эпидемии. Разные могут быть причины. По разным причинам. Как-то они так взяли вирус где-то, что-то еще где-то. Самое главное это клинический диагноз. Ясно. Спасибо большое. И к чему, собственно, те первые врачи, которые его только-только приняли, они в принципе находились под ударом? Ну я ездила его смотреть тоже. У нас есть, у нас те клиники, которые, мы же не все больницы могут госпитализировать, естественно, этих больных. У нас есть костюмы. Просто качество этих костюмов оставляет желать лучшего не в качестве защиты меня, да, или персонала, а в качестве того, что тяжело в них просто находиться. Такие я, например, пока там минут, я уже не помню, 20 или полчаса, то я поняла, что мне тяжело дышать и так далее. И этот вопрос поднимался. И более того, этот вопрос министерство поднимало еще и летом. И вчера обратились к возрастам помочь нам с этими костюмами. После такого случая может изменяться ситуация? Да, понимаете, да. Там очень сложно, потому что какие-то костюмы министерство не может покупать не сертифицированные в Украине. Кто их сертифицировал, эти костюмы, скажите? У меня много лет, если... У нас же все, когда что-то случается. Пока... Это касается всех стран с ограниченным ресурсом. Конечно же, стараются все-таки выделить деньги на то, что вот есть уже сейчас, а не на то, что когда-то может и будет, а может и не будет. Понимаете? Хорошо. А если бы этот пациент был действительно болен Эболой? Пассажиры, которые были рядом с ним, они могли бы заразить? Да очень хороший, кстати, вопрос. Значит, что хорошо, я говорю, в этом заболевании было, что пока нет клинических симптомов заболевания, больной практически не заразен. Это очень большой плюс. Второй плюс, что это заболевание, вы знаете, не имеет воздушно-капельного механизма передачи. Но у нас, ну, в общем, ряд интересных особенностей. Нет, контактный путь. Что такое контактный, понимаете? Вирус выделяется во внешнюю среду. Представляете, как? Может аэрозоль, но мы с вами когда разговариваем, да, выделяются же какие-то аэрозоли, микрочастицы. В этих может аэрозолях быть. Но это не воздушно-капельный. В мире выделяется отдельный аэрозольный механизм передачи, он несколько другой. Если у человека развиваются вот эти, как говорили, страшные симптомы болезни, кровотечение, действительно, по мере развития болезни, человек с вирусом Эбола, вот в отличие от всех других инфекционных заболеваний, при всех других инфекционных болезнях, по мере выздоровления, по мере развития клинических симптомов болезни и формирования иммунитета против заболевания, концентрация вируса снижается, и человек становится менее заразным. Особенно при респираторных. Вы же знаете, только больной, в первые дни заразный в основном. А Эбола наоборот. Чем дальше развиваются симптомы заболевания, тем он заразный. Потому что этот вирус, концентрация его растет, начинают кровить слизистые, начинают кровить кожа, и даже при взмахах руки, еще что-то, конечно, этот вирус разлетается. И на предметы обихода, почему я говорю, и их надо протирать тоже. Но пока человек здоров, этого нет. Поэтому считается, что опасности подвергаются, кто контактирует тесно, имеют тесный контакт. А что такое тесный контакт? Это когда человек контактирует на расстоянии менее одного метра. Медперсонал и члены семьи, которые ухаживают. И вот послушайте, это если он больной. Сейчас я расскажу вам интересную историю по поводу этого. Значит, Нигерия, вы знаете, она объявила второй, сначала Сенегал, потом Нигерия объявила о том, что у них прекращена передача этого вируса. ВОЗ очень высоко оценила их мероприятия и так далее. Так что получилось в Нигерии? Все 20 случаев этого заболевания в Нигерии было связано с одним единственным авиапассажиром, который туда прилетел. Это впервые в истории передача осуществилась через самолет. 20 июля он прилетел в Нигерию. Потом, когда стали расследовать этот случай, выявили следующие особенности. В Нигерии его встречал сотрудник там протокола какого-то. Потом повезли его сразу в клинику. Когда он вылетал из Нигерии, он уже был не просто больным, а ему было плохо, и он лежал в аэропорту на полу. Так ему уже было плохо. Когда он, приехав в эту Нигерию, его встретил сотрудник протокола, повезли его в клинику. В клинике он отрицал какой-либо контакт с больным Эболом, говорил, что у него малярия. И медперсонал проявил определенную халатность, искали у него эту малярию. И в конечном итоге половина всех людей, которые контактировали, умерли, включая сотрудника протокола и врачей, которые его обслуживали. Понимаете? Поэтому, еще раз говорю, только, да, а вот больной, вот, да, то, что я не договорила, чем дальше, дольше болеет, тем он заразней, а трупы самые заразные. Вы знаете, один из основных источников передачи этого возбудителя, вот сейчас, при вспышке, связанный с процедурой похорон. Ну, они должны омывание там и проводить, и все такое прочее. И огромное количество случаев инфицирования. Ну, если нет, я могу еще рассказать интересную историю, если хотите. Звоночков уже нет, в принципе, время... Да? Давайте, если есть историю, как раз... Да, значит... Значит, в одной из-за в Либерии, если я не ошибаюсь, жила такая, а не, в Гвинеи, жила, по-моему, целительница, очень известная такая. И когда начались вот эти... В Либерии все-таки, в Либерии. И когда в соседней Гвинеи начались вот эти катастрофические случаи болезни и смерти, все стали ходить к ней точно как у нас, целители. Я даже у тебя в Фейсбуке описала эту историю, она мне понравилась. Ничего не помогает, куда? К целителям. И в конечном итоге она тоже заразилась. А на тот момент в Гвинеи было... В Либерии в этой было не очень много случаев заболевания. В госпитале одна беременная женщина была с эболой. Ей вовремя диагностировали, всех изолировали. И даже не было внутрибольничной передачи. Представляете? Там, в Либерии. И тут, когда пошли потоки из этой линеи к этой... Она заболела, она заразилась, она умерла. Было проведено расследование и доказанным считается, что 365 человек умерли после контакта с ней. После этого все больницы соседние стали переполненные больными и уже случилась массовая внутрибольничная передача. Вот вам вот такая вот история. из-за шаманства. А? Из-за шаманства. Из-за шаманства. Апокалипсис зомби, действительно. Да, да. И у нас зовут эти наши. Да, ну, своем братстве. Опять же, есть такая теория, что якобы это фармакологические компании распространяют... Я про это вам тоже могу рассказать интересную историю. Знаете, когда в 1918 году была вспышка испанки, знаменитый гриб, знаете, да, то все обвиняли, во-первых, говорили, что это легочная форма чумы. Да? Помните, в 2009 году наши депутаты в Грибе тоже говорили, что это за гриб, это чума нам вернулась. Кроме того, в 1918 году обвиняли немецкую фирму Байер в том, что это они придумали возбудителя, потому что они были монополистом по выпуску аспирина тогда. Но самое интересное, что сам вирус гриба был открыт в 1933 году. Поэтому, когда возникает необычная ситуация в области общественного здравоохранения, всегда будут домыслы, всегда будут головы, которые считают, что они величайшие аналитики и они все знают и понимают и свое мнение высказывать будут. Хотя, я считаю, это нормально только в том случае, когда человек компетентен. А если он некомпетентен и путает понятие, что такое вирусы, бактерии, но зато делает глобальные выводы какие-то, вот этого я абсолютно не могу понять. Почему одной из проблем общественного здравоохранения это панические вот такие настроения в обществе, когда что-то возникает. Вот я, например, почему всегда считаю, что надо информировать. Я поэтому очень за информацию. все, что не касается вопросов государственной безопасности, а касается здоровья населения, люди должны знать. Потому что все равно будут искать информацию и будут искать из шарлатанских каких-то источников или еще что-то. И из-за этого различные слухи. Должна быть максимальная в этом плане открытость. Спасибо. Ясно. Спасибо огромное. Было содержательно. Да.